Как стать уважаемым и успешным человеком? Когда человек делает всё правильно в жизни, он становится уважаемым и успешным. Есть два способа быть уважаемым и успешным. Первый способ — понты. Знаете, что такое понты? Это рога оленя. Когда два оленя пытаются спорить с помощью внешней силы, то есть они разбегаются друг на друга, и один из них сталкивается с другом, то что происходит дальше? У одного из них понты ломаются. И дальше понт слетает. Это называется кидать понты. Мои дорогие, если вы делаете крутой вид в жизни, вы крутой студент, крутой начальник, крутая жена, ну то есть если мы делаем крутой вид, но у нас нет таких качеств, то понт слетит обязательно. Это просто вопрос времени. Поэтому есть только один способ быть успешным. Например, у меня был такой интересный эпизод в жизни. Я поддался на провокацию и начал делать рекламу о себе, о своих лекциях. Это сразу вызвало жуткую критику в сетях и во всем. Меня просто позорили. Я понял, что не нужно делать никакую рекламу. Нужно просто честно выполнять свой долг, и тогда люди узнают, что ты есть. И я заметил, что если ты действительно можешь что-то лечить, то люди об этом чувствуют, и именно в этом направлении начинают к тебе приходить. А если врач просто делает рекламу и на рекламе пытается себе людей привлечь, какое-то время это возможно, а потом он дискредитируется и разрушает свою деятельность и жизнь. Приходит время, и любой человек, который делает добрые дела, становится известным. А тот человек, который всё делал искусственно себя просто, допустим, искусственный директор, искусственный старший, искусственный врач, искусственный парикмахер, всё это приводит в упадок очень быстро. Поэтому единственный способ быть успешным — это стать развитым человеком. Всё, больше нет способа. А для этого надо трудиться. Например, часто мужчины говорят, «Ну ты на лекции же слышала, надо мужа своего уважать». Ну и уважай. Чего тебе мешает? Понимаете, уважение к мужчине, мужчина означает, что мужчина развитый. Если мужчина развитый, женщина уважает его естественным образом. Ей не надо напрягаться, потому что уважение к развитому мужчине у женщины сидит в крови. Она не может его просто не уважать, и всё. В ней нет возможности. А уважать мужа в 10 раз тяжелее, чем уважать другого развитого мужчину. Почему? Потому что женщина имеет одну проблему. Она запоминает всё, что муж сделал не так, безвозвратно, то есть незабываемо. запоминает незабываемо. Вот, допустим, муж где-то ошибся, это на всё, навсегда она запомнила это. Такая интересная функция в женской памяти. И это всё копится в сознании потом о мужах. Ну а других же мужчин, она этого не видела всего, и она думает, «Господи, какие хорошие мужчины у всех! А у меня и это сделал, и то сделал, Господи, как же с ним жить? Чувствуете, женщин, засаду нет? Когда мужчина вдруг... А у женщины все недостатки скрыты, и мужчина забывает постоянно. Когда мужчина вдруг увидел какой-то недостаток жены, он возмущенно говорит, «Да у тебя, ты посмотри, что ты вытворяешь!» Он в жене. Она такая встаёт перед ним, и со скоростью пулемётной очереди последовательно все недостатки за всю жизнь. тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та, он все-все-все, я пошел. Так что ли, женщина? Поэтому уважать мужа очень трудно. Очень трудно, это аскеза для женщины, которая приводит ее к счастью. Уважать означает быть развитой. Только развитые женщины уважают мужа. Так же, как и мужчине, уважать свою жену означает, что ты у меня самая лучшая. Мужчина же видит все недостатки женщины, но перед кем ей капризничать. Любая женщина обязательно должна покапризничать. Почему? Потому что так она испытывает своего мужа на прочность. Женщина так, как висит на мужской судьбе, женщина всегда должна висеть на мужской судьбе. Знаете, почему? Выйдите в поле и посмотрите, в поле есть два типа земли. Одна земли там, где пшеница растет, а другая земля там, где ничего не растет. Там просто отдых. Запомните, когда человек рождается в женском теле, ему надо быть просто счастливым, и все. Это отдых для судьбы. Женщина хочет счастья, и больше ничего не нужно. Это ее природа — быть счастливой. Она отдыхает от аскез в женском теле. Когда человек рождается в мужском теле, это труд для судьбы. Нужно не отдыхать, а очень сильно напрягаться. И когда женщина одна, она не может отдыхать. Ей приходится и работать, и все прочее. Но когда она получает мужа, она расслабляется рядом с ним. И все. И весь садится ему на шею. Но чтобы висеть на шее прочно, для этого надо ее испытать. Надо проверить, насколько она крепкая. И для этого женщина испытывает свой мужа. Она пытается какими-то действиями посмотреть, понаблюдать, как он справится с этой ситуацией, неосознанно это делает. Его проверяет, испытывает на прочность. Когда вы испытываете дерево на прочность, не надо в руки брать пилу. То есть пилить дерево не надо. Можно там как-то упрекать. Но если пилить одно и то же постоянно, одну и ту же проблему постоянно, то потом дальше что с деревом происходит? Оно падает. А так как вы висите на этом суке, то падаете и вы тоже параллельно. Об землю. Кому тяжелее опять найти себе близкого человека? Мужчине или женщине? Женщине намного-намного тяжелее. Не любовника, а мужа. Пытайтесь понять. Не любовника, а мужа. Любовника может быть и легко в молодой женщине, а вот мужа очень тяжело. А мужчине себе жену полегче. Полегче. Потому что это не мужской долг, семейная жизнь, а женский долг. Мужской долг — это его развитие в обществе. Он получает семейную жизнь как награду просто. А женщина должна трудиться над семейной жизнью, чтобы быть счастливой. Это ее поле деятельности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...